Юрт Милке, рефери из Германии, очень известный. 29 лет Гассиеву, 32 года от Валину. Ну, в общем, самый сок. 10 килограмм, как вы видите, разница. И разница в росте и длине рук. Посмотрим, кто сможет что-то друг другу навязать. Поехали. Да, Валин взвесился на 108 килограммов, 98 показал на весах Гассиев. И, кстати, Валин руку не пожал Мурату Гассиеву. И спросили, конечно, журналисты Мурата о том, будешь ли ты стремиться его наказать за это. Но Гассиев с невозмутимым видом сказал, ну, это его дело, я его прекрасно понимаю. Мы здесь, в общем-то, не дружить. Приехали сюда, поэтому завтра побоксируем и после боя, уверен, руки друг к другу пожмем. Но это будет после. А сейчас первый раунд из 12 запланированных. Мурат Гассиев против Отто Валина. Ну да, я еще хочу сказать, что не впервой драться против левши самому Мурату. Не раз дрался с левшами. Поэтому здесь особых открытий мы вряд ли увидим. Ну и для себя он их точно не сделает. А вот как раз то, что он потянул 98 килограмм, мне видится, что он приготовился к тому, что, как говорят, швед, Мурат, его еще назвали... Назвали как-то его назвали. Кем только его не называли. Кем только его не называли, неважно, как его назвали. Будет готов к тому, чтобы все-таки немножко двигаться. Что, собственно говоря, мы видим. Мурат пошел вперед первым номером. Старается прижать к канату. Да, это нормальная его тактика. Немножко фронтально стоит Мурат по отношению к Отто Валину. Тот старается все-таки работать вот своим любимым вторым номером. Ну, было бы странно, если бы два соперника оба пытались работать вторым номером. Или первым в супертяжелом весе. Это нечасто доводится видеть. Да, Валин действительно следует излюбленной тактике для себя. Второй номер тянет на себя. В этом смысле он хорош и техничен. И создал он массу проблем своим соперникам. Вот, например, Доминик Брезил. Человек очень серьезный, американец, огромный. Прессинговал Валина весь бой. В итоге в ответе наполучал от него. И ничего не смог показать, по сути, в поединке со шведом. Ну и Тайсону Фьюри, надо сказать, что было непросто. Валин отстоял все 12 раундов против великого и ужасного. И даже несколько раундов судьи отдали шведскому боксеру. Но надо сказать, что Тайсон Фьюри тогда был далек от своих оптимальных кондиций. Это уже позднее. Он стал настоящей супер-звездой. Там многосерийный триллер с Диантеем Уайлдером. Вывел его, пожалуй, в этом смысле на вершины. Но, тем не менее, знак качества определенный у шведа присутствует. Это обученный, очень, знаете, так неприятно боксирующий спойлер. Человек, умеющий засушить бой. И надо сказать, что первым номером Валин работать, ну, пожалуй, не умеет. Как следует. Ну, на уровне Мурата Гассиева, разумеется. И разового удара от Валин. Ну, а мы, тем не менее, все-таки с вами в ринге. Смотрите, что по первому раунду хочется отметить. Сто процентов Валин смотрел бой Усика с Муратом Гассиевым. И вот такие две атаки погасил Мурата своим боковым справа. Кстати, с них скал такие, ну, небольшие пусть, ну, аплодисменты. Дело в том, что, конечно, у Мурата есть одна особенность. И маловероятно, что он полностью с ней сумел разделываться. Он не любит, когда с ним работают, ну, в такой полулюбительской манере. Когда стараются все-таки находиться на дистанции. Здесь Мурат обычно выглядел не очень вразумительно. Опять же, мы вспомним тот же самый бой с Усиком. Когда, ну, был даже потерянным, выглядел Мурат Гассиев. Потому что украинский боксер, ну, никак не давал ему возможности сосредоточиться на той атаке, которую он обычно подготавливает. Усик, давайте скажем, это все равно исключение из правил. Он в целом боксер, ну, боксирующий как никто. Ну, было бы странно, если бы Валин не смотрел. Вот, пожалуйста, смотрите. Да, вопрос в том, что повторить то, что делал Усик, причем в супертяжелом весе, конечно, тяжелой. Речь не идет о финте, который с Валин старается заходить. Точнее, выходить, будем так сказать, от правой сильной руки Гассиева за левую руку. Ну, и в этот момент Мурат, кстати, наносит очень неплохие удары еще сбоку. Вот проверочка в исполнении Гассиева. Руки на месте у Шведа. Да, руки на месте у Шведа. Он вообще всегда плотно перекрыт. И, кстати, вот еще одна интрига. Ни разу не был нокаутирован в своих поединках. Для Гассиева, ярко выраженного нокаутера, это, конечно же, вызов. Ну, неплохо так обменялись сейчас ударами боксеры. Причем достаточно успешно. Сумел левой рукой Гассиев достать подбородка Валина. За что тот провел вполне такую успешную двоечку. Постоянно мельтешащая правая рука от Валина. Вот этот джеб, он все время мелькает перед Муратом Гассиевым. Конечно, мощи этот удар лишен, но выполняет, пожалуй, главную свою цель. Помешать сосредоточиться, подготовить атаку Гассиеву. Вот через живот зашел Мурат. Не стал продолжать с левой руки. Я думаю, что он будет продолжать беспокоить туловище Валина. Потому что ему, в принципе, необходимо опустить его руки. Конечно, сейчас все выглядит очень бодро. Все правильно делает Валин. Заходя за, я уже говорил, за сильную руку. Вот опять, смотрите, небольшой. Нет, интрига не случилась. Ушел Валин. Очень хорошо чувствует пространство Отто Валин. И второй раунд завершен. Станьте клиентам с высоким статусом. Ну что ж, в первую очередь, да, вот как раз та интрига, которая не случилась. Даже видно, остался такой след на коже от удара Мурата Гассиева у норвежцев. Чуть бы не сказал норвежцев, все-таки шведов. Так, третья трехминутка нас ожидает. Ну что, пока по итогу шести минут чистого времени боя можем отметить следующее. Валин плотно перекрыт. Он не пугается. Ну, в смысле, панических настроений нет никаких. Работает собрано. И свою тактику выдерживает здорово. Мне кажется, Гассиев пока присматривается. Попробовал правой через живот зайти. Вот пока что, пожалуй, единственное, что у него получилось. Ну, это тактика с точки зрения шведа, да, если сейчас мы разберем немножко. Она правильная. Держать. Он не левша, а правшой. Боксирует. На правой руке, на передней руке держать. И, так сказать, гасить, гасить атаки Мурата. Дело в том, что это единственный, наверное, возможный вариант, который поможет шведу удержаться. Вот сейчас так было. Рядом с бородой пролетел боковой Мурата Гассиева. Но все-таки не точно. Валин обещал устроить настоящую проверку Гассиеву, сообщив, что никогда еще прежде Гассиев с настоящим супертяжеловесом не дрался. Но в этих словах есть доля истины, потому что все то, что происходило с карьерой Мурата Гассиева после боя с Усиком и после перехода в супертяжелый вес, ну, вызывает, скажем так, вопросы определенные. Потому что в пяти боях провел Гассиев в общей сложности 8 раундов всего лишь в ринге. Очень быстро он укладывал своих соперников. Но Отто Валин это фрукт чуть другого сорта, как нам представляется. Посмотрим. Скорее всего, будет примерно такая вот попытка. Я думаю, что Мурат попытается все-таки обойти переднюю руку шведа. И это уже второй очень такой мощный удар. Показывает Отто Валин, что ничего, ничего, все в порядке. Ты меня не потряс. Тем не менее, это уже вторая за этот раунд проверка правой в исполнении Мурата Гассиева. И вполне успешная. Ну, перспективно, да, смотрелся этот удар. Кстати, у Валина карьера-то тоже по схожему сценарию разворачивалась. Он отбоксировал с Тайсоном Фьюри. Отбоксировал очень хорошо. Затем у него был бой с Домиником Бризилом. А потом все как-то вниз пошло. И соперники совершенно другого калибра встречались ему на пути. И вот, пожалуй, для обоих это сейчас высшая точка их карьеры за последние годы. И, конечно, статус обязательного претендента на пояс IBF на кону. Ну, в общем, есть за что драться сейчас. Тем временем Мурат несколько финтов успел сделать, пока Александр Садоков сейчас вам объяснял, что происходит. Не могу сказать, чтобы это принесло такую явную удачу. Но, тем не менее, сумел. Ну, вот еще одна проверка того самого пушечного удара в исполнении Мурата Гаасева. Тем не менее, руки держат стартой. Повторы. Давайте посмотрим, что нам сейчас выдадут на медленном повторе режиссеры. Но пока нам на быстром повторе появляют красивых девушек. Девушек нам решили показать. Мы, конечно, не слышим сейчас, какие рекомендации получили в своих углах боксеры. Но надо только сказать, что пару раз приложился, так откровенно приложился Мурат Гаасев правой рукой. Ну, один раз в защиту, второй раз в воздух. Но, тем не менее, мы отмечаем, что ударная мощь, с которой Гаасев стал выбрасывать удары, возросла. Валин так поулыбался и продолжает работать в том же ритме и темпе и с тем же заданием, судя по всему. Ну, оно читалось и, пожалуй, до боя. Ну, и никаких сюрпризов от шведа на данный момент нет. Сюрпризов нет, тем не менее, все-таки его правая рука, передняя рука, я еще раз напомню, периодически все-таки навстречу попадает. Не могу сказать, что, вот видите, да, сейчас. Ну, это такие пичковые джебы. Ну, может быть, поэтому он и не вкладывается. Все-таки 12 раундов, он прекрасно понимает, что Мурат прекрасно подготовлен. И вот даже внешний вид его заставляет лишний раз об этом, в этом убедиться. Работает как машина, можно сказать, немецкая машина. Мне, в принципе, немцев он напоминает сейчас своим вот этим моментом. По печени зарядился в этом эпизоде Мурат Гасиев. И тут вспомнился эпизод его боя с Денисом Лебедевым. Вот в схожей ситуации под переднюю руку тогда Гасиев по печени попал. И Денис оказался в нокдауне. Ну, и не надо забывать, что эта самая печень сейчас очень близко находится к Мурату Гасиеву. Вполне удобно. Мне кажется, что один из планов, который должен реализовать Мурат, это начало джеб, джеб левый, потом перевод по печени и сильнейший хук справа. Мне кажется, вот это вполне реализуемая история, которая может сработать. Но пока свежий. Швед достаточно свежо так действует. Ну, вообще, те, кто смотрел внимательно все бои, ну или хотя бы несколько в исполнении шведа, знают, что вот в таком режиме он может, по-моему, бесконечно долго работать. В этом смысле за него переживать не приходится, за его физическую готовность. Он готов. Действительно, вопрос, что может он предложить в атаке. Пока что немного мы видим от шведа. Большинство из его ударов довольно мягкие и идут в защиту. Но вот здесь немного вложился от Авалин. Опять же, все это на блок принял Гасиев. Вообще, Мурат любит предложить вот такой размен, где необходимо вкладываться сопернику. Вкладываться для того, чтобы, да, печень, вот основу проверил. Для того, чтобы терять силы. И, кстати, ну что ж, в концовке четвертого раунда сделал по-настоящему больно своему сопернику Мурат Гасиев. Жаль, мы этот эпизод, судя по всему, не увидим. Но, поверьте нам на слово, ну, ко всему прочему, вы видели сами. Прекрасно под переднюю руку снова просунул свой крюк в область подреберья. Справа Мурат Гасиев. Я хочу, вот если вы сейчас внимательно посмотрите в районе печени, подреберья, правильно Александр сказал. Все больше царапин таких на коже остается. Оп, хорошо. Оставляет Мурат Гасиев, проверяя периодически печень своего соперника. Отлично. Так, затанцевал здесь немного Авалин. Потрясающий был удар, между прочим, через перчатку. Будет ли продолжать Гасиев? Нет. Спокоен, спокоен, ждет. Он уже приноровился к этим тычкам, абсолютно их не боится. Хотя я и не вижу, чтобы и швед как-то вкладывался. Все еще бережет силы от Авалин. А вот сейчас нет попыток особых уже, все меньше попыток делает Отто Авалин выйти из-за угла или хотя бы отойти от канатов на какую-то дистанцию. Что, собственно говоря, приближает Мурата Гасиева, как мне кажется, к развязке. Но, тем не менее, все равно старается отвечать Авалин на выпады, когда усиливает свой натиск Мурат. Старается так, чтобы выглядело это не в одну калитку. Кстати, ну, мне кажется, что вот эти бодрые заявления в интернете, что будет все, все в одну калитку, они уже, как минимум, стали несостоятельными. Четыре раунда прошло и все равно вполне бодро действует, как я уже и говорил, шведский боксер. И, судя по всему, если вот так будет пока продолжать сам Мурат, то этот бой вполне может перекочевать за экватор. Да, чего очень давно не было в исполнении Мурата Гасиева. Для меня вопрос сейчас, пожалуй, главный вот в чем. Попытается ли в второй половине боя реализовать свое преимущество в весе Отто Валлин? Или он продолжит вот так фехтовать с дальней дистанции, пытаясь, ну, запутать, что ли, Гасиева и не включать на полную свои орудия? И, конечно, интересно, если это произойдет, вот на что Валлин способен. И способен ли Мурат выдерживать эти жесткие атаки? Умеет, оказывается, Валлин сдваивать передней рукой, но все больше, все чаще старается обострять Мурат, но, тем не менее, смотрите, старается и так же не уступать швед. Ну, а что ему остается делать? И если начнешь уступать, начнут бить, в случае с Муратом Гасиевым, начнут бить очень больно. Хороший отрезок в исполнении Гасиева. Опять подготовил удар по печени в концовке раунда. Ну, что ж, давайте посмотрим, как это было в пятом раунде. Ну, вот опять отпугивающие удары в исполнении Валина и заряжается Гасиев как следует. Хорошо поймал момент на передвижении российский боксер. Да, все-таки этот удар был не по бороде, это больше куда-то под глазницу. А ноги подогнулись все равно от Валина, это было видно. А это концовка уже раунда. Пострадала скула, правая скула пострадала у шведа. Именно поэтому все-таки ножки и подкосились. А я еще раз говорю, что вполне динамично развиваются события в ринге. Интересно. Я очень рад, что у Мурата такой соперник, потому как все-таки швед явно не торопится оказаться на конвасе. И старается все-таки не сбавлять темп. Пускай где-то его удары выглядят не столь мощными, как у Мурата Гасиева. Ну, в общем-то, это и действительно так. У Мурата пушечная правая рука. Вот он сейчас снова сделал попытку достать своего соперника. Смотрим. Но все-таки не настолько уверенными выглядят удары от Валина. Вот он. Проверка уже сбоку. Смотрите. Отвечает апперкотом Мотоволин. Сейчас, мне кажется, будет проверка по печени в исполнении Гасиева. Очень удобная история. Нет, все-таки отошел от канатов швед. Но что-то готовит Мурат Гасиев. Абсолютно точно. Вот он. Это нижний этаж. И будет еще. Я уверен, будет еще. Да, это было коротко. Надо опускать руки. Коротко и очень больно. Ох ты, как справа приложился. А кто там приложился? Смотрите, вдруг почувствовал. Что произошло? Что произошло? Мне кажется, столкнулись головами. Как мне показалось, столкнулись головами соперники. Причем для Мурата это было более болезненно. Ну, мы посмотрим в этом промежутке между раундами. И покачивается. Посмотрите. Показалось, что Гасиев попал, но почему-то после чего пошел назад, перекрывшись за блоком. Таким Гасиева видеть не приходилось. Да, тут повтор нужен, конечно, внимательно посмотреть. Приходится терпеть. Неужели зацепил Валин там на коротке? Велево сбоку у Вас Гасиева. Велево сбоку пропускает. Пропускает Валин. Ну что ж, будет ли все-таки Мурат проверять печень? Нет, сейчас в центре ингредиента. А тут бы до конца раунда, честно говоря, достоять. Опять же, интересно, что же там произошло такое. Ну вот пришел в себя, судя по всему, Мурат. Руки держит высоко. Справа пробует. Ну и более активно стал действовать швед. Но все равно он действует все-таки на контратаке. Дожидается каких-то ударов Мурата. И старается попасть куда-то в разрез. Видимо, может быть, это был удар. К нам боксеры стояли спиной, поэтому у нас здесь не сильно было понятно, от чего. Да, там Валин стоял спиной. С двойной, с двойной. Прекрасно. Все-таки проходит боковой практически четко. Так, смотрим. Нет, недостаточно. Ну вот он, вон. Так, ну смотрим повторы, что же там было. Вот, все-таки удар. Нет, это еще не тот эпизод. Ах, вот, вот. Передней рукой, полуснизу, полусбоку, навстречу. Валин попал, куда-то в челюсть. А, в челюсть или все-таки в скулу? Жаль. Вторичному не усы... А может быть, на лице что-то осталось? Нет. Но удар был достаточно четкий и острый. Тем более навстречу. Да, и очень коротко, так жестко попал. Валин вставил руку буквально. Ну вот, рисковал, рисковал Мурат. И Валин показал, что тоже он умеет создавать неприятности. И это в продолжении нашего с вами разговора о том, способен ли швед бить. А у шведов все на лице написано. Ему сейчас сказали, ты молодец. Ты все-таки можешь. Он швец поверил. Поверил. Очень интересный человек. Это Джо Игамачи. Экс-чемпион мира в двух весах. Вошел, кстати, в историю, как человек, которого брутально нокаутировал Артура Гатти. Всадив буквально, по-моему, 4 удара за одну секунду. Просто устрашающий нокаут. Фанаты Артура Гатти, конечно, этот момент помнят. Но, слава богу, с ним все хорошо. И он успешный тренер. И, кстати, с Теофимой Лопесом еще работает. Помимо всего прочего. Хочу еще раз отметить, что вот этот финт ухода с линии атаки в исполнении шведа приносит ему, ну, какие-то передышки. Мне нравится, что Гассиев начал включаться по корпусу. Вот видели мы эпизод, где он сдвоил удары голова и печень. Таким образом, он в свое время Кшиштофа Владарчика нокаутировал в Москве. И справа здорово, Амурат. И опять, опять печень готовит, готовит Мурат этот удар. И пусть пока что локоть Валина на месте, но рано или поздно, я думаю, что здесь можно попробовать закончить бой именно вот этим ударом. Или прикармливает по печени Гассиев, чтобы потом крюк слева в голову запустить. Вполне себя комфортно чувствует от Авалин возле канатов. Судя по всему, готовились они к тому, что будет обязательно в своей, в общем-то, манере поджимать Мурат канатом. Мы работали много, но смотрим, как. Все-таки вот эта тройка, которую демонстрирует Валин, пока помогает ему держать на достаточные дистанции. Но прорывается, Мурат прорывается. Вот снова проверка по печени. Пока все-таки по защите. Ну, какой объем работы Валин выполняет, не знаю, какая должна быть физика, чтобы в супертяжелом весе вот так работать. И мне кажется, для Гассиева в поздних раундах это должно открыть возможность с наступлением усталости у Валина для нокаутирующего удара. Во-первых, я считаю, что это часть плана. Многоударность в этом бою это и спасение Валина, и возможность накормить Мурата вот этими самыми боями. Мы не забываем, что все-таки супертяжелая весовая категория. На 10 килограмм он весит больше своего соперника. Я говорю о шведском боксере. Попал Гассиев. Надежда на это есть. Но попал. Тем не менее. И звучит. Канал Агутинадзе. Ну что ж, пришел в себя окончательно Мурат после того очень жесткого и неожиданного удара, который выбросил Отто Валин и прессинговал весь раунд последующий наш боксер. Но Валин крепкий. Крепкий товарищ. Мы это вам обещали еще до боя. И, в общем-то, все авансы Валин оправдывают. Вопрос вот в чем. Гассиев давит. Гассиев прессингует. Гассиев работает первым номером. Но Валин тоже хорош. Валин постоянно выстреливает, пусть и не сильными, но беспокоящими ударами. Что-то идет в защиту, что-то доходит до цели. Ну давайте представим, что, допустим, картинка не будет сильно меняться. Единственная возможность, тем более мы учитываем заграница, как правило, зачастую немножко, мягко говоря, тут неродные стены. Понимаете, о чем я. И в этом прессинге, конечно... Ну, вы так говорите, как бы для шведов, а не родные. Ну, хорошо. Шведы до Турции в свое время тоже плавали. Ходили. Прошу прощения. Ну так и в итоге, если попробовать предсказать, что же там на карточках сейчас может происходить, вот потому что мы с вами в семи раундах увидели... Пока все-таки мне видится, что перевес на стороне Мурата. Все-таки его достаточно точных ударов было нанесено больше, но общее, общее количество ударов, я считаю, конечно, на стороне Валина. И вот как здесь будут судьи считать, те самые, ну, назовем, не совсем все тычки, но большинство ударов, они чисто сдерживающий характер такой носят. Беспокоящий, скорее. Беспокоящий, да. Такая жужжащая муха, да, но вот местами жалящая очень больно. Вот пропускает слева, периодически пропускает Валин. Ну, правда, пока вот эти удары слева, боковые, сколько-нибудь его не потрясали. А вот справа было хорошо. Ну, тоннаж у Мурата, конечно, серьезней на порядок. Вопрос, перекроет ли он вот этими нечастыми, но жесткими ударами вот этот рой, который насыпал Отто Валин к этому моменту. Конечно, хорошо бы в нокдаун хотя бы отправить шведа. Смотрите, уже восьмой раунд, и я хочу что еще сказать, что в целом поединки, где нужно много двигаться, и когда соперник отвечает большим количеством ударов, они никогда не были, ну, не только приятные, не выгодные самому Мурату. Дело тут в стиле его бокса, потому что его бокс не является многоударным. Все-таки он чаще всего ловил свою боксерскую удачу на ближней, ну, еще средней, но чаще всего на ближней дистанции, завершая нокаутом, где, в принципе, переводил с туловища на голову или обратно мощнейшими боковыми ударами. Но именно многоударность боев, это все-таки не для Мурата, и вот в этом бою я, в принципе, тоже это вижу. Начал бои Мурата Гассиева. Обратите внимание, уже не в первый раз, когда Мурат заряжается на правую руку, встречает его либо снизу, либо сбоку, вкладываясь в этот удар от Валин. И это было в том эпизоде, где Мурата очень жестко пропустил, и попятился назад, перекрываясь за блоком. И в этом раунде тоже слева сбоку очень жестко Валин пробил. Вот в этот момент, когда запускает свою правую Гассиев, левая рука от подбородка чуть отклеивается, и на этом ловят его. Да, его ловили на этом и другие боксеры, в общем. Я думаю, что шведский тренер, безусловно, это при просмотре боев Мурата Гассиева отметил. С первого раунда, в принципе, этот где-то финт, когда усталость накапливается, вот сейчас это был, ну, такой, можно сказать, толчок провожающий. Но, тем не менее, он позволил уйти с линии атаки вновь, и уйти с линии атаки шведов. Ну, такой сайдстеп, классический удар с шагом в сторону. Но иногда этот сайдстеп делается с таким достаточно жестким ударом справа. В данном случае передняя рука у шведа правая. По этажам здорово здесь замиксовал Мурат Гассиев. Ну, вот она работа, мне кажется, которую стоит здесь рассмотреть в углу российского боксера. Живот, голова, голова, живот. Вот хорошо бы, конечно, добавить еще парочку. Да, и вот на этом смещении почему-то не ловит Мурат Отто Валина. Вернее, не получается поймать. Разумеется, он хочет это сделать. Ну, вот левый крюк по печени. Возможно, был бы хорош вот под этот боковой с шагом в сторону. У Мурата есть в арсенале еще такой, ну, не сказать на прыжке, на подскоке. Очень сильный боковой удар слева. Я пока еще не увидел, чтобы он его использовал в этом бою. Ну, если его левый удар, в основном все-таки на средней и ближней дистанции вкладывается. Ну, видно, что силы еще у обоих соперников, боксеров, есть. И вот справа, сейчас где-то ближе к уху пропускает швед. Да, ну, небольшая пауза. Сейчас это быстро. Обмотка перчатки. Обмотка. Негодность. Вот не многовато ли скинул веса? Мурат Гассиев, не ушла ли мощь ударная? Вообще, больше 10 килограммов. То есть, в принципе, он бывало весом за 115, а это очень серьезно. Близень твайбой! Близень твайбой! Ну, если быть точным, максимальный вес Гассиева – это 110 килограммов с Карлосом Велчем. В предпоследнем бою. Ну, тогда это все-таки немного. Хотя, ну, не забываем. Первый тяж изначально – Мурат. Да, до 90,7 килограмма. Это лимит первого тяжелого веса, где ранее выступал Гассиев, был чемпионом мира, был финалистом всемирной боксерской суперсерии. Но вот теперь он супертяжеловес. Ну, с Валином в таком весе ему вообще бы не надо было боксировать. Почему? Я объясню. Потому что Валин умеет двигаться. Вот он демонстрирует нам это на протяжении уже 8, сейчас 9 раунд идет. Поэтому, конечно, штаб Гассиева это абсолютно точно учитывал. И вес решили сбросить до менее чем 100 килограмм. Ну, понятно, что в пользу подвижности, но в ущерб мощи. Вопрос, оправдается ли эта ставка? Не вижу я, чтобы очень сильно пострадала у Мурата мощь. Дело в том, что, скорее всего, тут дело в том, что сам швед какие-то вещи не дает произвести. И руки до сих пор, смотрите, он держит очень дисциплированно высоко. Главную вещь, которую он не дает сделать, это чисто попасть. Практически нет именно чистых попаданий. Вот так, где зашатала шведа в середине боя, тоже через перчатку. Так, ну, смотрим повторы. Вот, разряжается здесь серия Гассиев. Но тоже пытался он обвести перчатку здесь между. Попал, но тоже немного-немного. Но задевает Валин своими перчатками. И, конечно, размазывает эту ударную мощь немного. Дело в том, что и сразу уходит с линии атаки. То есть он старается Мурата таким образом дезориентировать. Не дать ему плотно встать на ноги, воткнуться в него ударом. Это, да, это работает. Десятый раунд. Девять минут чистого времени остается в этом поединке. Мурат Гассиев против Отто Валина. Интрига висит по-прежнему. Совершенно непонятно, что там на судейских карточках. Тут, пожалуй, две философии бокса столкнулись. Один работает вторым номером. Ярко выраженный спойлер. И такой же ярко выраженный, но уже агрессор, Мурат Гассиев. Вот кто сделал, по мнению судей, больше в этом бою? Конечно, вопрос по-прежнему актуальный. Опять же, опять Валин сейчас уж точно не подтвердил тех ожиданий, которые были в прогнозах многочисленных на этот бой. Скорее, он их опроверг. Что упадет? Да, там такое было. Человек 12 раундов с Тайсоном Фьюри провел и с Бризилом, которого победил. На вкус и цвет, как говорится, хозяев тоже нет. Тем не менее, были и такие, что считали, что он очень быстро должен проиграть. Конечно, не могу сказать, что этого было много, но взрывается зал. Судя по всему, приехало достаточное количество болельщиков, почитателей таланта Мурата Гассиева. Рейсингует Мурат. Но Валин опять подвижен. Не дает он прицелиться по себе, но Мурат готовит. Готовит. Мы знаем, что Гассиев умеет бить. Нужно только правильно поймать момент. Я хочу сказать, что сейчас, если мы вообще возьмем просто-напросто динамику ударов, то она на стороне Валина. Это интрига. Ну, количество ударов, да. Вот вопрос в общем тоннаже. А как кто считает? Вот. Вот. Этим и интересен бокс. Ну, и все-таки не забываем, не забываем супертяжелая весовая категория. Дело в том, что как бы ни втыкались удары в защиту или еще куда-то, это все равно супертяжелая весовая категория. Повторюсь, каждый удар, он как будто имеет такой накопительный эффект. Вот посмотрите, несколько ударов навстречу. Пускай тычки, но хоть немножко голова так назад отыгрывает у Мурата. Ну, отыгрывает голова и от Валина. Здесь вот здорово у канатов. Есть момент для Гассиева. Ну, один-два удара нанес и разрывает Мурат дистанцию. Валин здесь неплохо, но и Мурат по корпусу также попадает. Так, пританцовывая, движется Гассиев за своим соперником. Ищет по-прежнему момент. И, конечно, мы знаем, Панчер всегда имеет шанс. До последних секунд боя. Пока же у нас подошли к концу последние секунды 10-го раунда. 6 минут чистого времени в распоряжении обоих боксеров. Мне так было бы сейчас интересно услышать, что там говорят Мурату и что говорят Отто Валину. Те, кто за боксом следит, кто смотрит за тренировками, знают, что есть такое упражнение. Некоторые тренеры к швабре перчатку цепляют. Ну, да. И начинают имитировать работу джебом. Вот то, что сейчас мы видели на повторе, как Валин тыкал буквально за 3 секунды, там, 5 или 6 джебов он выбросил. И от них уворачивался очень красиво Гассиев. Вот примерно это и было сейчас реализовано на наших глазах. Вот именно это таким образом и отрабатывает защиту от передней руки. 11-й раунд. Предпоследний в этом бою. Я пока не вижу таких, к сожалению, пока не вижу попыток каким-либо образом изменить тактику. Дело в том, что, несомненно, данная тактика... Выпечет здорово. Да, пропустил, пропустил сейчас Валин. Но тут, конечно, надо таких ударов еще больше, чтобы у него рука опустилась. Дело в том, что Валин прекрасно понимает, опустил он руки, это все, это крах, это все. Ну, и сильно поднимать тоже нельзя. Тут вот в чем проблема для Валина. Здесь нужно баланс соблюсти очень правильно. Вот едва малейшее какое-то отверстие в защите появится. Тут же, можно даже не сомневаться, туда влетит кулак Гассиева. Вот стоит Мурат, пережидает. Пытается, мне кажется, навстречу здесь он поймать своего соперника. В момент, когда Валин будет выбрасывать один из своих многочисленных ударов. Надо все-таки от этой фронтальной стойки как-то уходить. Уходить за бок, за борт, за любой, за левой, за правой Валины. И оттуда наносить вот эти удары. У Гассиева они есть, они мощнейшие. Вот эти хуки, апперкоты тоже. Но хуки, вот, боковые удары. Одиночных поменьше. Нужно работать серийно, желательно со сменой этажей. Ну, я вспоминаю, когда Иван Кирпа пришел в штаб Александра Поветкина, Саша вспомнил свою особенность умения заходить за линию атаки, за руку. Диллиан Уайт, помните, как был в первом бою нокаутирован? Да, именно так. И Саша потом часто использовал эту свою особенность, которую, конечно же, ему еще с детства вложили его тренера. Но, тем не менее, все-таки это приносило. Вот сейчас именно вот такой, если идти фронтальным нападением, Валину это подходит. Ну, уходит от джеба Гассиев, пытается работать в ответе. И пока что по защите попадает. Вот вторым ударом зацепил. Третьего, четвертого мы ждем. И как будто, как из последних сил. Даже морщится, но старается Швед наносить как можно больше ударов. Это вот я просто вижу. Они невероятное количество, видимо, на мешках набивали. И во время спаррингов на автомат это забили. Да, и вот здесь приблизился Мурат, сократил дистанцию. Вот, казалось бы, его работа здесь и начинается. Казалось бы, да. Вот здесь бы и начать. Что мешает? Ну, словно приберегает себя для какого-то финального спорта Гассиев. Возможно, это мы увидим в 12-м раунде. 11-й раунд уже. Пора. Все. Справа здорово. Гассиев и тут же правым сбоку Валин в ответе. Хороший раунд. Вообще, хочу сказать, что все раунды очень плотные. Бой интересный. Я думаю, что аудитория сейчас получает истинное удовольствие. Дело в том, что, может быть, еще бы добавить сюда побольше интриги. И... Ну, интрига уже состоялась. Интрига уже состоялась, и ее сделал, в общем-то, шведский боксер. Да, и интрига висит. И посмотрите, как принимает удары Мурата Гассиева шведский боец. По печени там все было четко, под локоть. И вот здесь размашисто левый сбоку. Другие соперники Гассиева от этих ударов вложились направо и налево. Но мы с вами говорили, этот парень с очень крепкой головой. Ни Тайсон Фьюри, ни Доминик Брезил проблем ему в этом смысле создать не смогли. Заключительные три минуты. Заключительные три минуты. Да, да, друзья, давайте. Кто держит кулаки, кто просто болеет за Мурата Гассиева, мы постараемся прямо сейчас вот таким энергию свою пустить туда, чтобы случился лаки панч. Хотя, ну почему тут нельзя говорить, что он просто панч, пускай он будет панч. Очень хочется, чтобы в этом бою Мурату подняли в итоге руку. Но здесь бы еще бы добивать. Но швед прямо вот буквально держит, держит дистанцию. Очень дисциплинированный, как мне кажется, боксер. Да, дисциплинированный, обученный и ко всему прочему левка. Еще, еще бы, потрясен в какой-то степени, ну, может быть, не так сильно, как во втором раунде. Вот Тавалин. Здорово по корпусу Мурат готовит опять атаку. И снова в живот метил. Вот сейчас момент истины. Справа попадает Мурат. Менее двух минут остается до окончания этого раунда. Левый сбоку в исполнении Гассиева. Все, надо выкладываться. Надо выкладываться сейчас. Надо всем показать, кто хозяин в этом ринге. И опять сайдстеп с уходом вправо исполняет Валин. Ну, было бы странно, если бы он его не исполнял. И снова. Правая голова и левая печень. Хотелось бы, хотелось бы увидеть побольше серийной работы от российского боксера. Чуть больше минуты остается до конца этого поединка. За каждым вот пропущенным ударом хочется увидеть еще повтор из двух-трех ударов. Мурат же это все умеет. Судя по всему, кстати, он тоже устал. Но момент менее минуты. Мены бегут секунды. Не думаем о них свысока. Но каждая очень дорога сейчас для нашего боксера. Продолжает прессинговать Гассиев в 35 секунд до конца боя. Левый сбоку, правый прямой, правый по корпусу. И снова вправо закручивает Отто Валин. И снова без последствий для себя. Куда же еще заворачивать? Дело в том, что мы напоминаем сильное, это правое. Очень хорошая работа. Классическая вот обоих боксеров там оператору. И досталось от Тавалину. Ну и надо добивать. Все. Остается секунды. Вперед, Мурат. Все. Бой в дат. Поединок завершен. Бой в дат. Ну что ж, интрига. Что там? Интрига. На карточках Илья Ковальчук доволен. Но посмотрим, будем ли мы довольны после оглашения судейского результата. Пока одни кричали о своем первенстве. Итак. Итак. Что тут можно сказать? В принципе, мы с Александром Садоковым практически не умолкали во время этого боя. Но это все-таки благодаря боксерам, которые действительно закатили. Очень приличный бой. Очень приличный. Давно таких боев в исполнении супертяжеловесов не было на телевидении. Надо сказать. Я очень тоже в свое время рад, что довелось сегодня побыть, посмотреть и еще и ко всему прочему комментировать. Ну, здорово закончил этот бой Мурат Гассиев в серии ярких атак. Конечно, хотелось бы, чтобы их было больше. Но соперник у Мурата Гассиева сегодня действительно был достойным. И мы говорили о том, что Гассиев совершил такой астрономический скачок в своей оппозиции. За последние годы Валин – это боец совершенно другого калибра по сравнению с теми, с кем дрался Мурат ранее. Поэтому это в любом случае очень полезный опыт для российского боксера. Кому бы не подняли руку после этих прекрасных 12 раундов. Очень хорошая такая классическая работа. Настоящий такой олдскульный бокс. Один идет вперед, второй пытается не дать по себе попасть. Сейчас узнаем, чья взяла. Слушайте, но мне хочется еще к этому всему добавить, что, конечно, любой 12-раундовый поединок, безусловно, это целая история. Это еще одна написанная и законченная книга. И, к сожалению, эта книга не только аудио, не только написанная рукой, но и это видеоряд, по которому можно изучать своего соперника. Поэтому, что хочется сказать еще до момента, когда сейчас будут оглашаться результаты, хочется сказать, что, конечно, Мурата Гассиева по этому бою будут изучать. И позволю себе небольшую вольность. Надо будет очень крепко поработать. Надо будет поработать над многоударностью и финтами. Почему? Ну, потому что, если соперники Мурата Гассиева в будущем будут возьмут на вооружение сегодняшний бой в исполнении вот того же самого Алина, да, с плюсом того, что видели в исполнении Усика, в принципе, картина будет вырисовываться, как четко действовать. И вот здесь надо понимать штабу Мурата, что они делать это обязательно будут. Поэтому уже буквально завтра нужно приступить к этой кропотливой, очень тяжелой работе. Ну, и мы можем заключить, что самые серьезные проблемы у Гассиева возникают в противостоянии с левшами. Усик, вот теперь Валим. Согласен. Но узнаем, что там на судейских карточках. Ринг-анонсер готов. Готовы и мы с вами. Команды бойцов тоже готовы. Итак, раздельное решение судей. Да. 115-113 Валину. 117-112 Гассиев. И все решится сейчас. Да. 115-113 Валину. Ух ты. Ух ты. 115-113 Третий судья. Отдает победу Отто Валину и сенсация.